всем привет это видео посвящено тому как я содержу свою змею многие мне почти все люди то есть бытует мнение что змея у меня ползает по квартире на самом деле нет конечно же змея не может ползать по квартире свободно потому что она может куда-то заползти даже крупная змея есть случай да как крупные змеи полтора метров там больше они просто сбегали куда-то уползали через вентиляцию и потом искали их собственно по всем соседям вот так как моя змейка еще пока что маленькая поэтому естественно что она у меня содержится в террариуме террариум у меня самый простой так как я приехала в краснодар и у меня нет стеклянного террариума здесь смысла его нет заводить потому что я планирую снова переезды и я взяла обычный пластиковый секс прайса причем он там стоил не знаю крышка отдельно и отдельно на сам ящичек корпус здесь нужно сделать дырочки вентиляционная причем лучше сделать внизу и с другой стороны вот так вот вверху дырки кстати я их делала обычным раскаленным глаздем потому что у меня больше ничего не было под рукой ну и сверху сделала тоже несколько дырок все достаточно просто то есть мне главное чтобы было просто и в этом змея могла спокойно жить так как здесь погода хорошая здесь нет холодов таких сильных но по крайней мере сейчас квартире тепло то термоковрик здесь я пока не приобретала в принципе для рептилий неплохо для змей термоковер какой-то ват камушки которые нагреваются но если к примеру вы содержите черепаху то для него лучше обогрев сверху это лампу ставить для черепах ни в коем случае для сухопутных нельзя нижний подогрев нижний запрещен для них потому что это воздействует плохо на почки а как раз таки причем как ставится для черепах я потом в следующем видео покажу лампа накаливания сверху там 40 60 смотря сколько у вас ватт и внизу ставятся камушки камушки нагреваются и от этого довольно таки тепло и черепашка любит греться а змеям в принципе рекомендуют термо какой-то там камушек либо что-то еще сейчас заглянем посмотрим что у нас тут обязательно поилочка у меня импровизированные из обычной крышки потому что не смогла я здесь больше ничего такого найти что было под рукой кусок фольги это я кормила мышь ей давала на этой фольге но чтоб руками не трогать и как-то не очень хочу мышей трогать вот дальше веточка в принципе бывает что она ползает по ветке немножко по-другому обычно выглядит часто эта ветка где-то валяется то есть когда я ее ставлю такое положение зацепляю при помощи вот такой ракушки она у меня держится и змейка по ней бывает ползает в основном она находится в укрытии поэтому очень важно для змеи это укрытие опять же все импровизировано я так как приехала подруги нашла у нее такую крышку и змея забиралась под крышку сейчас добавила такой кокосик скорее всего она находится здесь да вот она здесь и змея ни в коем случае не будет ползать вас по квартире а скорее всего если вы ее выпустите либо она сбежит то нужно ее искать по всем углам по всяким потаенным местечком дважды она у меня сбегала я ее искала один раз нашла под батареи между диваном и батареи второй раз между холодильником то есть самые укромные местечки найдет змейка и сбежит в них вот у меня маленькая недовольная что я сейчас тут разбудили обычно она ночью активничает днем она находится у себя в укрытии но если к примеру я веду себя тихо она бывает ползает и днем вот самое главное это обеспечить безопасность для вашей змеи в первую очередь и плотно чтобы крышка закрывалась потому что через мельчайшую даже дырочку она может спокойно ускользнуть поэтому моя крышка и не просто крышку вот здесь закрывашкой использую сверху еще кладу какой-нибудь груз для того чтобы она точно не подняла эту крышку и не сбежала потому что если вы закроете не плотно то змея скорее всего найдет любую щелку и просто ускользнет от вас ну и соответственно если хорошо если она в квартире будет находиться а если она уползет к соседям едва ли не обрадуется и скорее всего просто это будет очень небезопасно в первую очередь для вашей змеи змея она не ядовитая вот видите она уже пытается сбежать собственно здесь нет недолго ей вынырнуть отсюда и уползти вот еще на самом деле змеи если им нужно куда-то смотаться они очень шустрые они буквально там на хвосте поскачут от вас и смотаются короче и сложно их найти потому что маленький клубочек такая свернется и вы просто не найдете вот естественно там большие какие-то змеи дата желтые какие-то из питона они реально большие и светлые поэтому их проще найти да а маленькая такая темненькая пожалуйста ее не факт что найдете хотя на самом деле она длинная а у нее длина от немаленькая вот то что она просто еще мелкая сколько у меня и больше чем полгода вот и подстилка подстилка вот я и ну просто взяла на самом деле сейчас рекламки потому что опять же живу переехал вот она недовольная она готова к атаке или нервничает она начинает вот так вот хвостом значит поэтому я взяла обычные рекламки как подстилку использую удобно змея опорожнилась после приема пищи до своей там допустим если я кормлю ее мышью через два дня из нее все выходит течение двух дней и все это все просто убирается моется и очень удобно то есть пластиковый контейнер удобен тем что он легкий он просто в уходе и ну собственно удобнее выбирать то что попроще конечно да лучше выбирать не газеты не типографскую краску но тем не менее определенный вред имеет поэтому газетки этого не подстилаю потому что они имеют содержание свинца эти как-то получше рекламки вот собственно вот так вот она выглядит да она кусается но они ядовитые когда была маленькая укусы были незаметно а сейчас уже они ощутимы то есть если куснется палец это будет ощутимо дальше видимо вырастет еще будет больше кусаться главное не делать никаких резких движений а братья аккуратно вот бывает что нужно убрать террариум и змейка не дает это сделать не дает себя взять в руки поэтому в основном маленькая она еще может дать поэтому я просто беру какую-нибудь газетку накрывали вот так вот мордашку соответственно беру спокойно могу сейчас даже для примера это показать если ей вот так вот моську закрыть и аккуратненько у меня убежала короче самое главное это брать аккуратно ее за живот не хватает за голову змею берем вот так вот аккуратненько готова к броску сейчас если бы я ее накрыла вот такой штучкой аккуратненько за животик не за хвост желательно то она вполне себя сейчас будет адекватно вести вот главное не делать никаких резких движений иначе она может действительно укусить вас спокойно сидеть на руке не очень спокойно на сейчас буквально немножко и будет вести себя более спокойно почувствовать тепло руки потому что они змеи холодные и фокусе вот и любят чем-нибудь тепленьком погреться собственно теплой руки ей достаточно такое приятное будет дальше она спокойно может ползать по руке но на самом деле ползала по мне с руки заползала под футболку очень любит сидеть волосах тоже прячется волоса длинная поэтому напрячься и собственно чувствует себя видимо безопасности плюс это человеческого тепла ей комфортно поэтому принципе содержание змеи не такое сложное самое главное с ней желание просто почитать как правильно ее содержать и что с ней делать и все будет у вас хорошо